Друзья, сегодня замечательный солнечный день. Мы находимся на Машеве Германии в Хайфе. Хайф – один из самых красивых и самых любимых нами городов. И вот сегодня мы приехали сюда посмотреть, как Хайфа готовится встречать Новый год. Бахайские сады – один из самых красивых парков в мире. Конечно, хотелось бы туда зайти, но, к сожалению, очередь, а у меня нету столько времени стоять и ждать. Машеве Германии – это район, который всегда полон людей. Это замечательное место, чтобы просто пройтись, пофотографироваться. Можно очень вкусно поесть в замечательных ресторанах, средиземноморской и европейской кухни. У этого района очень интересная история. Район Машева Германии в переводе северит означает «немецкая колония». Так он называется, потому что был основан немецкими христианами-тамплерами. В 1868 году было начато строительство этого района. В 1875 году была заложена первая широкая улица. В конце 19 века влияние христиан-тамплеров на развитие Хайфы было просто колоссальным. Они создали пожарную охрану и полицию. Создали первый госпиталь. Провожили регулярную линию карет между Хайфой и Назаретом. Благодаря немецким колонистам Хайфа начала развиваться, как европейский город. Но в 1930-х годах среди хайфских тамплеров укрепилась идея воссоединения с нацистской Германией. И английское правительство на тот момент, вводевшее мандатом на управление Палестины, переселило их всех в Австралию. Благодаря трудолюбию и стараниям тамплеров в Хайфе остался целый район, архитектура которого разительно отличается от всех остальных районов Хайфы. И мы получили отличное место для приятных погулок. Хороших фотографий. Этот район всегда выглядит очень хорошо. В любое время суток, в любой сезон. Тут очень хорошо зимой, тут очень хорошо летом. Тут замечательно весной и осенью. Тут очень мне нравится гулять свет во время суток. И этот район выглядит совершенно потрясающе в темное время суток. Это освещение всех кафешек, ресторанчиков. Освещение улицы, все очень красиво, романтично. Это совершенно изумительный район для того, чтобы здесь прогуляться, пофотографироваться, покушать вкусной еды в ресторанчиках, совершенно замечательных ресторанчиках. И кафешек, которые предлагают разнообразное. Меню близне-восточное, арабское, средиземноморское, балканское, итальянское. Совершенно различные рестораны, свежайшая рыба. В общем, отличное пиво. Очень-очень хорошее. На этой площади всегда перед Ханукой ставили Большую Ханукию, а перед Рождеством и Новым Годом Большую Ёлку. А так как Ханука, Рождество и Новый Год по числам очень близки, то на этой площади всегда стояла большая красивая ёлка с кучей украшений и большая Ханукия с горячими свечами. Это всё выглядело, конечно, очень красиво. И было очень приятно приехать посмотреть на такое вот необычное место, где вместе стояла и Ханукия, и Ёлка. Вот, к сожалению, в этом году ёлку не поставили, я так подозреваю. И Хануку тоже, и Ханукью тоже не поставили на Хануку. Я так подозреваю, это из-за коронавируса боятся большого скопления народа. Вот, обычно здесь же все эти предрождественские дни какие-то играли музыканты всегда, и здесь такая большая громадная шарманка. Несколько лет подряд она была, может быть бы, она была и в этом году. И какие-то фестивали небольшие такие, какие-то выступления артистов были. И было очень интересно, весело, но, к сожалению, этот год необычный, и вся наша жизнь сложилась в этом году немножко по-другому. Я надеюсь, в следующем году будет всё гораздо лучше, и тогда мы сможем увидеть этот замечательный район в полной красе в праздничные дни. Всем, кто посмотрел мое видео, большое спасибо. Если вам оно понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Сейчас опять начинается уже третий по счёту карантин. Я постараюсь снять ещё какие-нибудь видео. Честно говоря, я не представляю, как я это буду делать. Но если у меня получится, то я сниму ещё что-нибудь и выложу на своём канале. Всем большое спасибо. Хорошего Нового года. Я надеюсь, 2021 год будет гораздо лучше 2020. Всем счастливых праздников и до встречи на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok